Впервые в истории матч звезд Кэхэл открывали игроки московского клуба «Звезда» и действующего чемпиона страны – клуба «Удмуртия». Шесть спортсменов, представляющие «Ижевск», получили серебряные медали на Паралимпийских играх в Сочи. Перед началом матча все желающие могли взять автографы и сфотографироваться с Русланом Тучиным и Андреем Двиняниновым. Показать, что можно как-то выйти в свет, снова ощутить себя человеком, вернуться к нормальной жизни благодаря спорту, что все это возможно. Ну и для развития слэш-хоккея тоже, чем больше людей увидят этот вид спорта, больше заинтересуются, больше будут приходить, гораздо интереснее будет, он будет развиваться в нашей стране. Сейчас слэш-хоккеисты готовятся ко второму этапу чемпионата России, который пройдет в феврале. Раздавая автографы, сильный духом спортсмены не раз повторяли о важности спорта и необходимости не терять веру в себя. У нас в регионе есть адаптивность, это центр спорта, вот у нас мы там тренируемся, гостиницы есть, и сборы проводим, и тренируемся, в общем, все условия есть. Потерял жизнь, правильно, жизнь продолжается на этом, и чем больше людей увидит это, тем больше людей пойдет заниматься. Расстояние в более тысячи километров не помешало поклоннику хоккея Алексею Пашину посетить звездный уикенд континентальной хоккейной лиги. Из Белгорода он приехал вместе с пятилетним сыном, которому уже привил любовь к спорту. Леонид занимается футболом, но биографию известных хоккеистов несколько дней изучал с папой, чтобы знать заслуги тех, у кого берет автограф. Мы очень довольны, мы с ребенком приехали за тысячу километров, чтобы специально посмотреть, поприсутствовать на таком замечательном событии, взять автографы у ребят, ребята молодцы, ребята доказывают то, что в жизни самое главное это быть стойким, бороться, и доказывать то, что нельзя пускать руки, и всего можно добиться, если ты этого хочешь. На матче у каждого болельщика была уникальная возможность сфотографироваться и с Борисом Майоровым, Владимиром Мышкиным, Александром Пашковым, Сергеем Мыльниковым и Станиславом Петуховым. Легендарные отечественные хоккеисты также с интересом наблюдали за ходом игры клубов «Звезда» и «Удмуртия». Чувствуется положительная динамика, тем более, что серебряные медали, Олимпиады – это своего рода импульс к развитию игры на спорте. Слыш, хоккеисты показали красивую и напряженную борьбу. Три периода по 15 минут завершились ничьей – 3-3. Даже овертайм и первая серия буллитов не определили сильнейшего. Пришлось судить по первой забитой шайбе. Удача улыбнулась клубу «Звезда» и матч завершился со счетом 4-3. Галина Моисеева, Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.